МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Очевидно, понимаю, что безнадежно отдаляются от башкирской власти и ее возможностей, азат-солдат Барданов неожиданно ворвался в медийную повестку региона на минувшей неделе. В сети появился ролик, в котором азат-солдат, вооружившись пистолетиком, отважно расстреливает ближайшие кусты и сопровождает это действие тирадой на башкирском языке, рассказывая о том, что вот когда настоящие джигиты вернутся на родину с СВО, тогда, цитирую, такая участь ждет всех врагов башкирского народа. Осталось неразъясненным, кто и по какому признаку будет назначать башкирскому народу врагов, и исходя из какого законодательного акта или норм законов азат-солдат будет с ними расправляться. Но совершенно понятно, что отправленный заведовать складами гуманитарной помощи и продуктов Барданов серьезно, всерьез, по-настоящему беспокоится за то, чтобы его не списали окончательно здесь, в кулуарах башкирской власти. Несомненно и то, что самому Хабирову без Барданова здесь существенно комфортнее живется, и я думаю, что Радий Фаритович приложит все усилия для того, чтобы как можно дольше продержать Барданова на Донецких складах и продержать его подальше от Белого дома республики. Получать информацию можно самым разным способом. Можно платить за подписки каких-то закрытых СМИ, получать оттуда информацию, а можно существенно меньшими суммами обходиться и, например, помогать каналу «Открытая политика». 100-200 рублей в неделю не сделают вас бедными, но помогут нам функционировать и осуществлять нашу деятельность. Собственно, результат будет один и тот же. Вы получите достоверную и качественную информацию. Так что призываю всех поучаствовать в нашем канале. К сожалению, помогать финансово нашему каналу можно только одним способом – это перечислить деньги с пометкой «Пожертвование» на тот расчетный счет, который мы показываем в каждом выпуске и публикуем в описании под каждым выпуском. Найти его несложно. Мы заранее благодарим всех, кто активно помогает нашему каналу, кто помогает нам жить, существовать и нести вам достоверную информацию. В последние недели суды Башкортостана вынесли несколько знаковых, очень важных решений. В последние недели были осуждены члены группировки Беляева-Кучербаева, чиновники, которые расхищали башкирский и федеральный бюджет, и была осуждена начальница штаба Навального Лилия Чанышева, признанная экстремисткой, а сам штаб признан экстремистской организацией. Так вот, эти приговоры, как нельзя, лучше иллюстрируют избирательность башкирского правосудия. Деяния Чанышевой, признанные особо опасными для государства и общества, и наказанные более чем сурово, семь с половиной лет колонии получила молодая женщина, которая ничего ни у кого не украла, которая никого не убила, не покалечила, и никаким образом не залезла в карман государства. При этом чиновники, которые без зазрения совести расхищали сотни миллионов рублей, получили сроки меньшие. Меньшие сроки, более мягкие приговоры, и, ну, собственно, можно не сомневаться, что они предпримут все усилия для того, чтобы снизить все сроки в апелляциях и выйти по условно-досрочному освобождению. У народа возникает логический вопрос. Ну, кто же опаснее для общества? Тот, кто выдвигает какие-то, пускай и неверные тезисы о реформировании государства и его устройства, или тот, кто подрывает это государство, расхищая бюджеты всех уровней? Потому что, на мой взгляд, деяния Беляева-Кучербаева – это общественно опасные деяния и должны быть наказаны существенно более строго. Примечательно, что в деле Чанышевой был один очень важный нюанс. Суд учел, как смягчающее обстоятельство, тот факт, что Лилия Чанышева разоблачила хабировский схематоз с теми самыми пиксельными елками и способствовало тем самым возврату в бюджет сотен миллионов рублей. Ну, что ж тут получается? Это какой-то абсурд, если честно. Теперь нам остается с любопытством наблюдать за ходом суда над хабировским завхозом Аглесламовым, который имел несчастье подписать и оформить закупку на эти пиксельные елки. Теперь этот господин намекает, что он получил команду от каких-то чиновников администрации главы региона или от самого главы региона, он еще пока этого не уточнил. Ну, а на подходе еще дело мэра Салавата Игоря Миронова, который обвиняется в злоупотреблениях с концессиями по электросетям города Салавата. В общем, будет нам с чем сравнивать приговор Лилии Чанышевой. Будем смотреть, рассуждать и обсуждать, но я все больше убеждаюсь, что настоящие враги народа – это чиновники, которые крадут деньги из бюджета. Тем временем другой уфимский суд окончательно поставил точку в деле дома по улице Шатару ставили 5. Из опубликованного на днях решения суда становится понятно, почему суд категорически отказал ИСЦАМ в их притязаниях и требованиях. Пройдемся по трем пунктам, которые указаны в решении суда. Первое. Образование иного участка для обслуживания многоквартирного дома Шатара ставили 5, иной площади технически невозможно. К такому выводу пришел суд. Ну, разве что снести пару соседних пятиэтажек. Ну, собственно, это, конечно, не предлагалось, но как-то подразумевалось вот этой группой Яковлев. Второй пункт. Отсылка ИСЦОВ к пункту 10 статьи 45 Градостроительного кодекса является ошибочным и безграмотным. Ну, тут суд просто указал ИСЦАМ на то, что они привлекли каких-то совершенно безграмотных экспертов, которые, в общем-то, просто их ввели в заблуждение. Ну, и третий пункт гласит о том, что запрашиваемые ИСЦАМи параметры земельных участков для обслуживания многоквартирного дома Шатару ставили 5, и вовсе в реальности накладываются на проезжую часть и прочие части инфраструктуры района. Ну, либо находятся на территории участков, которые принадлежат другим собственникам. То есть, переводя на русский язык судебного, ИСЦЫ пытались получить в пользование для своего дома участки, которые принадлежат другим лицам, собственникам, организациям или физическим лицам. В отчаянии от такого решения суда Алла Яковлева вновь обратилась к любимому делу. И это вовсе не пошив маскахалатов для бойцов ИСВО, а акционизм, и она опять провела акцию. На этот раз она заклеила трещины дома Пашатару ставили 5 бланками ответов всевозможных инстанций и ведомств. Администрация города в нарушении всяческих законов отобрала нашу придомовую территорию и разрешила на ней, на этом кладчике земли, можно сказать, строительство огромного высотного дома. Мы обратились в прокуратуру за защитой, чтобы остановить стройку, прекратить это безобразие. Прокурор города Воронова. В принципе, с тем же успехом Алла Яковлева могла бы заклеить трещины в своем доме, например, Конституции Советского Союза. Ведь трещины эти в этом доме появились еще в советские времена. По крайней мере, так говорят и рассказывают жители этого дома, которые живут там давно. И эти трещины, по сути, никак не связаны с ПСК-6, которого в советское время вовсе-то и не было. Ну, судя по всему, Алла Яковлева все еще сохраняет часть своего загадочного финансирования и вынуждена его отрабатывать. Она продолжает походы по высоким кабинетам в попытке добиться сочувствия не вникших глубоко в тему чиновников. Они, конечно, впечатляются ее вокальными данными, громкостью голоса и напористостью. Также мы, жители, считаем, что прокуратура города Уфа стала совершенно никчемной организацией, и поэтому ее можно закрывать. Но я думаю, что со временем чиновники разберутся в том, что Алла Яковлева пытается реализовать решения, признанные незаконными судом, и, в общем-то, откажут ей, наверное, по полной программе. Тем временем, вот это решение суда накладывает существенные финансовые обязательства на истцов Латышеву и Мазитова. Они теперь должны будут оплатить сумму в 215 тысяч, которую потратили на проведение экспертизы для того, чтобы доказать, что они были неправы. Ну, так устроено правосудие в Российской Федерации, проигравшая сторона оплачивает издержки выигравшей. Собственно, это немало не смущает и никак не заботит саму Аллу Яковлеву, которая продолжает ходить по кабинетам, шуметь и на горло брать перепуганных чиновников. В последние недели нескончаемым потоком идут сообщения и жалобы на то, что непарный шелкопряд самым решительным образом уничтожает леса Республики Башкортостан. Чиновники терпеливо отмалчивались до самой середины июня, и вот прозвучало заявление заместителя министра сельского хозяйства Ильгиза Фаткулина. Этот самый Ильгиз сообщил нам о том, что поедание лесов непарным шелкопрядом – это естественное явление, и, видимо, он считает, что оно даже еще и полезно. Ну, вот такой глубокомысленный вывод сделал заместитель министра. Также он сообщил, что явление это, по мнению Министерства сельского хозяйства, нечастое и происходит раз в 10-12 лет. Но тут позвольте возразить. Буквально в прошлом году и в позапрошлом году было примерно так же с той разницей, что леса обрабатывались от этого непарного шелкопряда. Также господин Фаткулин сообщил, что сам шелкопряд не опасен, опасны его гусеницы. Ну, колоссальные познания в биологии. Однако господин Фаткулин, видимо, не в курсе, что когда проходит жизненный цикл непарного шелкопряда, если его не травить, он заново на будущий год возобновится, воссоздастся и народится еще в большем количестве. Ну, видимо, Фаткулин об этом не знает. А также господин Фаткулин сообщил, что обрабатывать леса все равно уже поздно, и делать это нужно было в мае. Но почему же до мая тогда Министерство сельского хозяйства хранило глубокое молчание? Попросту говоря, на самом деле, переводя с чиновничего на русский язык, в бюджете на это денег нет. И травить мы эту напасть не собираемся. Ну, вот ведь какая штука. На шелкопряда денег нет, предположим. Ну, предположим, все деньги ушли на СВО и гуманитарную помощь, и туда, на склады Борданова. Но откуда деньги на оплату выступления, например, какого-то Дениса Майданова в городе Минске? Концерт этого загадочного Дениса Майданова был оплачен Баш Госфилармонии на сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей, и пройдет он почему-то в городе Минске. Вот на это нам денег не жалко. А еще Хабиров заявил, что несмотря на полный крах футбольного клуба Уфа, он, Хабиров, сохранит государственное финансирование клуба, и очередные десятки миллионов рублей уплывут опять куда-то туда, под зеленый газон башкирского футбола. А еще, несмотря на то, что шелкопряд не травится, в бюджете много-много миллионов на поездку десятков чиновников на Питерский международный экономический форум. Стало известно, что, оказывается, посещение этого форума, оно платное. 1 миллион 278 тысяч рублей стоит каждый билет для каждого члена делегации, причем это без участия в пленарном заседании, без перелета, без кормежки, без проживания. Вот давайте посмотрим, если человек 20, 30, 40 полетело туда на этот МЭФ, ну вот суммы вот такие получаются. А на шелкопряд, повторюсь, денег нет. Ну, воистину непостижимые и загадочные коллизии башкирского бюджета, нам остается их только наблюдать. Количество подписчиков нашего канала вплотную приблизилось к цифре в 38 тысяч, но не так много людей участвуют в жизни канала деятельно, потому я в очередной раз призываю вас ставить лайки, комментировать, задавать вопросы. Это очень важно для продвижения канала, это совершенно бесплатно и абсолютно безопасно для вас, и очень важно для нас. По результатам народного схода в селе Темясово, который всколыхнул и федеральную, и республиканскую повестку, руководитель Федерального Росприроднадзора Светлана Родионова заявила, что выявлены существенные грубые нарушения в области золотодобычи в республике Башкортостан, и что, в частности, ООО «Графское» уличили в порче плодородного слоя земли площадью аж 32 тысячи квадратных метров, а также нарушение границ, отведенных под добычу участков, и вообще в целом ущерб от этой одной оошечки составил 823 миллиона рублей, которые госпожа Родионова намерена взыскать с этого ООО. Ну, тут логический вопрос возникает, кто крышевал это все, кто не замечал районную администрацию Минэкологии Республики Башкортостан, где они были все это время? Казалось бы, аллилуйя, справедливость восторжествовала, злодеи выявлены, давайте их накажем, а также наградим бдительных граждан, разделяющих интересы Республики Башкортостан и радеющие за родной край. Но в реальности все получается ровно наоборот. На прошлой неделе организаторы схода в селе Тимясово Ильсура Ирназарова оштрафовали на 10 тысяч рублей за какие-то нарушения правил проведения массовых мероприятий. Вот так получается, да? Федеральные ведомства подтверждают правоту людей, собравшихся в Тимясово, а на уровне региона человека штрафуют на 10 тысяч рублей за то, что он, по сути, способствовал возврату 823 миллионов рублей из карманов тех, кто там все это напортил. Очень сильно эта ситуация напоминает соотношение фактов в деле Лилии Чанши, которая выявила преступную закупку пиксельных елок, и это признается, по крайней мере, пока еще следственными органами. И то же самое вот с Тимясовцами. Они выявили вот эти нарушения на сотни миллионов рублей, и теперь им выписывают штрафы. Ну, не абсурд ли это? Вообще в области экологии и природоохраны в Республике Башкортостан творится что-то странное, мягко говоря, если не страшное. На минувшей неделе неизвестные крепкие парни воспрепятствовали попаданию сотрудников мусорного оператора Дюртюли Мелеводстрой на территорию арендуемого полигона, который принадлежит компании Табигат. Как попали эти крепкие парни на территорию охраняемого объекта полигона ТБО, непонятно. И неизвестно. Но известно, что за всем этим инцидентом, который сопровождался, в общем-то, силовым взаимодействием, наблюдали замминистра экологии Республики Башкортостан Шамиль Фарахов и заместитель главы Янаульского района Салават Гельминев. Что они делали? Почему они со стороны наблюдали за этим конфликтом? Как они его воспринимали или участвовали в нем, пока непонятно. Слышь, убери оружие. Ну, ребят, тоже оружие. Вы, пожалуйста, вы же общаться, вы же общаемся. Вы же общаемся. Ребята, вы не полномоченные, мы с уполномоченным разговором подали. Вы идите пока. Я убрал, убрал. Вы выведите людей. Людей выведите. Я тебя выведу, выведите. Вы что? Я Табигат. Вы Табигат, прекрасно. Вышли. Все, давай, пошли. Нет, я ниоткуда не выведу. Я не выведу, сказал. Я не выведу. Я тебя говорю, что ты не на путь. Иди сюда. Давай, выводимся. Давай. Давай, сейчас выводимся. Похожая ситуация в те же дни случилась и на полигоне ТБО в городе Агидель. Ради Хабиров, не нашедший общего интереса с оператором Дертюли Мелеводстрой, ведет с ними непримиримую войну аж с 2019 года. Ну, правда, успеха в этой войне пока не было. И похоже, что Хабиров теперь переходит к решительным действиям и готов ради своей непонятно зачем необходимой победы, готов утопить в мусоре пару-тройку районов республики Башкортостан, невзирая ни на какие последствия. Ну, вот пошел на принцип человек и выдавливает этот Дертюли Мелеводстрой, хороший он или плохой, но этот оператор занимается своей деятельностью на законных основаниях. А вот эти крепкие парни, которые закрыли с собой мусорный полигон, это, конечно, что-то такое из 90-х. Очень давно мы не проводили стримов открытой политики, и вот завтра, в воскресенье, 18 мая в 21.00 состоится 84-й стрим открытой политики. Так что напоминаю всем, что заранее вопросы эффективнее всего присылать в комментариях вот под этим нынешним, сегодняшним видео, я их обязательно все прочитаю и выпишу. Также призываю всех завтра выйти в прямой эфир, подключиться, послушать, позадавать вопросы в чате, я постараюсь на них на все ответить. Давно не виделись, давайте собираться, давайте ставить рекорды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова